Алтайский броллер ждала существенная модернизация, но после пожара летом 21-го пришлось изменить план и отстраивать цеха. Так здесь вырос современный объект. Это камера хранения охлажденной продукции рядом с замороженной. Цех появился благодаря московской группе Черкизова, которая с инвестиционными планами зашла на Алтай несколько лет назад. Когда идет охлажденка, мы с вами должны ее где-то минус 5 хранить, чтобы он просто... Но это очень короткий срок годности. А дальше, когда у нас охлажденка, мясо должно в толще проморожено быть. Потому что если мы просто будем морозить, оно сверху заморозится, а в остальном 3 нет. Поэтому шоковая минус 36-38 проморозилась. Но все равно я вам советую охлажденка. Тот объем, от которого мы стартовали, когда начинали совместно работать, когда компания выкупила тогда алтайский броллер еще, значит, увеличение практически двукратное. Экономическая ситуация непростая, но компания не провалилась в работе. По итогам 22-го мясо произведут больше, чем годом ранее, более 70 тысяч тонн. А в ближайшие годы повысят и этот уровень. И мы выходим на 115 тысяч тонн птицы. Это практически мы удваиваем мощность. Мы выводим полностью весь технологический цикл на другой уровень. Если у нас сегодня линия 6,5 тысяч голов в час, то она будет примерно 10,5. В будущие показатели инвестируют 3,5 миллиардов рублей. Так, предприятие скоро введет 6 новых птичников на откормочной площадке в Зональном районе. По словам Бабаева, пятиярусные клетки для выращивания птицы – лучшее технологическое решение сегодня. Видя спрос местной реализации по Сибири, наша птица востребованная, у нас ее реально не хватает. Алтайский край имеет сумасшедшие преимущества над всеми регионами Российской Федерации. И с точки зрения экологии, и с точки зрения фуража, и с точки зрения вообще, понимаете, рынка. Сбывают алтайские бролеры в регионы России, Китае и другие страны Азии. С точки зрения продаж нам на руку наличие кормовой базы и сельхозугодий. Хотя вопросы земли и энергетики мешают полномасштабному развитию инвесторов. В их планах завод по переработке продукции в Бийске и даже маслоэкстракционный завод. А пока правительство края помогает подключать площадки к инженерным сетям и планирует ремонт дорог к объектам. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком.